То есть на тройной сальто, я помню, на акробатической дорожке, на акробатической дорожке, те, кто делали тройной сальто еще в году 98-м, в 99-м это была элита-элит. Нет, тройной сальто выполнять в тренировочных процессах очень немало, но я еще раз говорю, он настолько несет за собой риск приземления, что в приобретении большой ошибки, что не имеет смысла включать в состав свою программу. Ну а теперь давайте порадуемся, давайте все-таки порадуемся, сдержанно, но тем не менее совершенно искренне за Марию Пасеку, поскольку здесь хочу сказать, что это, конечно, да, на фоне того, что мы наблюдали предыдущие 4 дня, это отрада глаз моих, безо всяких абсолютно, потому что Маша человек такой молчаливый, прямо скажем. И сейчас вышла, наверное, предельно собранная, и улыбка на представлении, когда их представляли на опорный прыжок, была, может быть, даже немножко вымученная, поскольку она прекрасно понимала и общее состояние сейчас с известными событиями, никакого оптимизма тебе это не добавляет. И, в принципе, то выступление, которое пока далекое от идеального, вот какие-то разговоры не самого приятного толка, которые уже пошли, в том числе в социальных сетях, все это создает такой климат, который не добавляет, не добавляет уж никаким образом. И на всем этом фоне присутствует у тебя очень серьезная соперница, присутствует американка, выигравшая у тебя на Крополях квалификацию. Представитель техкома. Это уже очень-таки с опытом, с большим стажем члены Международной Федерации Гимнастики. Вот они будут награждать победителей. Сейчас начнем с третьего места. И вот этого можно ждать, я не знаю, вот это я готов смотреть сколько угодно. Просто церемонию награждения, то есть кольцо, и мы смотрим, и радуемся. Симон Байлз. Вот, пожалуйста, хорошие мины при плохой игре. Понятно, что здесь, если мы берем именно американскую женскую гимнастику, у них очень хорошая традиция не ездить ни за какими местами, они ездят выигрывать. И для них любое место, кроме первого, не является глобальной удачей. Это правда. Честное слово. Там вполне себе есть селекция, и все под это подточено. Вы едете выигрывать. Им тут внушают с первого момента появление в зале, в который тебя допустили, где национальная команда требуется. Все для этого в том числе и делается. Вот представительница Северной Кореи, это другая сторона современной спортивной гимнастики, показывающая, что можно, что называется, втачиваться в два вида, то есть мужской опорный прыжок и женский опорный прыжок, и достигать при этом высот. Они когда выиграли предыдущий мир, оба, оба, причем они оба выиграли с такой программой, с такой программой, до которой дотянуться было просто некому, нечем. Все смотрели, рот открыв? Они тем самым и следующих подтолкнули, им показав. Вот видите, сегодня уже другой сыр. И вот прошел. Уже она только вторая. И вот, да, и вот прошел год. Вот прошел год, вот прошел тренировочный цикл, и сейчас мы с гордостью, дорогие друзья, с гордостью и бескрайним уважением. Здесь с большой радостью. И с большой радостью в том числе. Представляем ту девушку, которую вы и так прекрасно знаете. Мария Пасека. Мария Пасека, чемпионка мира, предолимпийского. Разорнушка. Тоже хулиганила долго очень. Никак серьезно не бралась после Олимпиады. А вот сейчас, смотрите, уже подросела, как говорится, поумнела по-хорошему. Вот, и с титулом чемпионки мира будет покидать эту красивую Шотландию. И радоваться с нами, и радовать нас. И радоваться, безусловно. Безусловно радоваться. И не воображай, пожалуйста, ты что завиляла хвостиком. Молодец, Машенька, еще раз тебя. И не раз, много-много, и тысячу раз поздравляем и радуемся безумно. Просто я, например, радуюсь тому, что в российской гинастике появилась золотая медаль. Это замечательно. Я радуюсь и тому, о чем вы сказали, Лидия Гавриловна, и я радуюсь лично за Машу, потому что вот этот титул бронзовый призер Олимпийских игр, он к ней как приклеился, так с ней все никак не слезал. А сейчас, пожалуйста, все. Вот чемпионка мира, никто ничего не скажет. Чемпионка мира, вот, и все. И все разговоры, да, и все разговоры можно заканчивать. Молодец, молодец, да. Вот, умница, и спасибо большое, потому что Ренамес спортивной гимнастики, если мы говорим о текущем моменте, о текущем чемпионате мира, поддержал один человек, это Анна. Пока. Пока. Еще у нас впереди брусья. Пока еще впереди брусья, абсолютно верно. Еще впереди опорный, мужской. И поэтому Гимн Российской Федерации в честь Марии Посеки. Ladies and gentlemen, the National Anthem of the Russian Federation. Гимн Российской Федерации в честь Марии Посеки. Гимн Российской Федерации в честь Марии Посеки. Гимн Российской Федерации в честь Марии Посеки. радости. Молодец, Машенька. Дай бог тебе и следующих успехов. Дай бог все получилось сейчас, дай бог все получится на Олимпийских играх, чтобы срослось. Но, вы знаете, вот правильно я вспоминаю, Ирина Винер, они скачили уже на фотосессию, но им дали команду другую. Сначала по одному, да. Да-да, вот так. Не мешайте, мол, чемпионке быть гордым одиночеством, а потом примыкайте всякие разные. Вторые, третий, двадцать пятый. Вот. Молодец, Машенька, она симпатичная, невозможная. Она красивая девчонка. Красивая. И рядом с ней как раз стали совершенно обратные лица. Ну и вот, пожалуйста, форменный интернационал и дружку народа. Вот эти вот все кадры пройдут, все спортивные издания. Все спортивные агентства мира, издания, телевизионные трансляции. Сейчас, безусловно, это все будет показано и порадуемся еще раз и порадуемся. И посмотрим дальше. Потому что сегодня самый, что у нас есть повод для оптимизма, у нас присутствовал. Маша сделала, конечно, но это рывок. Это рывок. Я ничего не хочу сказать. Это рывок.